Ливневая канализация отравляет реки. Экологов беспокоят сточные вводы с городских дорог. Говорят, ремонтировать ливневки на отдельных участках не нужно. Но что предлагают взамен? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Ежетарчук. Здравствуйте. У главы администрации Вячеслава Симакова намечается бенефис. По крайней мере, ему это пообещал губернатор Александр Соколов. О чем речь? Дороги – большая проблема. На еженедельной планерке в правительстве обсудили уборку дорог в области. Какие районы попали в антирейтинг? Почти три десятка водителей стали пешеходами. В ГИБДД подвели итоги работы выходные. Традиционно задержали пьяных за рулем. Горели дома и машины. В МЧС рассказали, что и где пришлось тушить пожарным в выходные дни. В выходные было много спорта. Причем соревнования прошли в разнообразных дисциплинах. От баскетбола до ловли рыбы. Почти три десятка пьяных водителей задержали на дорогах Кировской области. 19 человек ездили без прав. В ГОИ подвели итоги выходных. Так, с 17 по 19 марта на территории региона произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы. Авария с летальным исходом произошла в Налинском районе. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости в управлении транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Снег и лед с тротуаров надо вывозить. Такое поручение дал глава администрации Вячеслав Симаков. Ранее стало известно, деньги, заложенные на вывоз снега, этой зимой закончились. На этой неделе будет заключен контракт на дополнительный вывоз 20 тысяч кубометров снега. Сейчас в городе работают около 60 единиц техники и 100 дворников. Главная задача для дорожных служб – создание безопасных условий для пешеходов. Рабочие убирают лед, а лестницы посыпают реагентами. Но если снег вовремя не вывозить, перепады температур, по сути, нивелируют работу подрядчиков, заявил Симаков. В мэрии отметили – вывоз снега скоро начнется. А как только потеплеет, пешеходные зоны почистят до основания. В первую очередь мы вскрываем магистральные улицы, где у нас больше человекопоток людей. Также вскрываем тротуары у социально значимых объектов. Это детские сады, школы, больницы. Сегодня у нас работает около 16 единиц техники на тротуарах. Это как техника по обработке, так и по уборке снега. Также у нас работают специалисты ручного труда. Кстати, через неделю Вячеславу Симакову придется доложить на планерке у губернатора о том, как почистили город. Глава региона пообещал ему, цитата, «бенефис» на эту тему. А поводом стали многочисленные жалобы кировчан на благоустройство. По мнению Александра Соколова, сказалось отсутствие Симакова в городе на прошлой неделе и неумение его заместителей справляться с работой. Мы сами себя обманываем. Кировские общественники подняли вопрос ливневок в городе. По их мнению, деньги, которые каждый год выделяются на ремонт ливневой канализации, утекают как вода, а ситуация не меняется. Сейчас в Кирове нет единой ливневки. Разрозненные участки, в основном построенные 40 лет назад, со своей работой не справляются. Поэтому сети нужно не ремонтировать, а кардинально перестраивать, говорят эксперты. Экологи поддерживают. Из-за того, что в городе нет нормальной источной канализации, загрязняются реки. Стоки попадают в водоемы без какой бы то ни было очистки. В некоторых местах уровень вредных веществ превышает норму в десятки раз. Общественники намерены обратиться по этому поводу к губернатору и вынести вопрос на обсуждение городской думы. О том, как влияет работа ливневок на экологическую ситуацию и что с этим делать, обсудим с гостем студии. У нас в гостях эколог, член общественной палаты Кировской области, Тамара Ашихминна. Добрый вечер. Вечер добрый. Тамара Яковлевна, сейчас общественники обратили внимание на то, что ливневки работают неправильно и, как следствие, загрязняют реки. Насколько это серьезная проблема? Вы знаете, проблема это действительно очень серьезная. Прежде всего, если сравнивать, чтобы вы представляли, что такое ливневка на сегодня, значит, в нашем городе, в области, вернее, в начале, 121 респондент, который участвует в сбросах сточных вод. И примерно сбрасывается порядка 118 миллионов кубических метров в водоемы. И если сравнить нашу реку Вятку, уважаемую, дорогую, то в нее сбрасывается порядка 50% от этих 190, ну, 49 миллионов кубических метров. То есть это очень большой объем. Но это сточные организованные воды. Так вот, если говорить о ливневке, о которой мы обсуждали, то ливневка и масса сбросов загрязняющих веществ от ливневки порядка полтора-два раза больше, чем от сброса сточных вод. И, конечно, это очень серьезная проблема. Причем ливневка, она, в общем-то, здесь надо рассматривать все стоки. И ливневые, и талые, и дренажные, диффузный сток, источники это и сельхозугодья, и полигоны, где дренажные воды стекают тоже туда. То есть объем очень большой, и сети городской в городе Кирове, вот канализационной сети по ливневке, не организована. Конечно, если вот так объективно смотреть, часть участков есть на центральных дорогах, некоторые, допустим, канализационные сети имеются. Вот, есть в новых микрорайонах, но настоящие серьезные сети системы канализационной очистки сточных вод. Вот, тем более в городе 28 выпусков только ливневых, вот, от ливневки. А какой выход из ситуации? То есть, насколько мне известно, вы не предлагаете выделять деньги на текущий ремонт? Нужно полностью модернизировать эту систему? Абсолютно правильно вы говорите, что, безусловно, нужно, во-первых, инвентаризацию провести, потому что уже этой сети 40-50 лет, и вы сами понимаете, как город развивается, и насколько все изменилось. То есть, далее надо разработать техническое задание о создании всей системы сети ливневой канализации. Далее, нужно обязательно продумать про пути мониторинга, рек, куда впадают эти стоки. Безусловно, нужно поставить на баланс города всю систему ливневой канализации. Пока этого не сделано на сегодня. И практически многие даже предприятия ведь уходят от работы по ливневой канализации. И вот мы, например, считаем, что обязательно должна быть такая разработанная система, которая позволит в дальнейшем, ведь если она будет разработана, утверждена и на баланс города поставлена, то это даст возможность предприятиям выступать на абонентской основе. То есть, они будут абонентами этой системы, и они будут платить за это дело. А сегодня предприятия не хотят платить, потому что в ливневку поступает не только их отход, ну, стоки, а и с лежащей территории от предприятия. И они говорят, это не все наше, как говорится. А там уже будет стоять очень серьезно этот вопрос. То есть, в идеале, все ливневые стоки, в том числе, вся эта вода должна проходить какую-то очистку на выходе на реку? Конечно, безусловно. А перед тем, как она сбрасывается, значит, она должна проходить очистку. И вот, кстати, об этом тоже решался вопрос, что можно было бы, допустим, договариваться с водоканалом нашим городским, который мог бы, допустим, пропускать, значит, хотя бы какие-то объемы на определенных договорных условиях и так далее. Это надо все решать. Или создавать новую систему. Тамара Яковлевна, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Котельниче в выходные горел четырехквартирный жилой дом. Пожар на улице Светлой начался в субботу около четырех часов дня. Как пишут в паблике типичные котельнич, когда приехали сотрудники МЧС, горела кухня, огонь мог перекинуться на второй этаж и крышу. Его удалось потушить. Пострадавших нет. А в Кирове в одном из дворов на улице физкультурников в субботу около пяти утра горели сразу две иномарки Mitsubishi Lancer и Honda Civic. Машины обгорели, пострадавших нет. За прошедшие выходные дни на территории Кировской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Произошло девять пожаров техногенного характера. Пожарно-спасательные подразделения на ликвидацию последствий ДТП привлекались три раза. К сожалению, один человек погиб. Будьте внимательны и осторожны. Дороги в Котельничье и в Котельническом районе остаются больной точкой на карте региона. На их состояние поступает много жалоб и претензий от жителей региона. Об этом заявил губернатор Александр Соколов в ходе еженедельной планерки в правительстве региона. Впрочем, эта острая тема стала не единственной на повестке дня. Зоя Зотова с подробностями. Рабочие поездки Александра Соколова в районы области стали одной из главных тем еженедельной планерки. Губернатор много времени уделил проблемам, которые волнуют местных жителей. Так, в Даровском районе жителей могут отрезать от цивилизации. У трех понтонных мостов через реку Малому есть проблема с документацией. Если ее не решить, эксплуатацию сооружений могут запретить. Проблемы сыплются и из Котельнического района. На состояние местных дорог поступило колоссальное количество жалоб. Колейность на дорогах и сугробы на обочинах. Эти претензии уже из Иранского района. Следите за своими дорогами. Потом деньги хоть уйдите, просите. Она содержит дорогу нормально. Если там вода стоит на дороге, а ночью замерзает, канал лопнет. Каждый год надо будет делать, каждый год деньги просить. Буду ездить, посмотреть, где он дает на муниципальных дорогах. Денег не будем выделять больше. Дороги этого муниципального образования. Воду отвезти на этой неделе. Важной темой планерки стал и вопрос подготовки к весенним полевым работам. Зампредседателя правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал, что аграрий готовы к сезону. Его начало в регионе обычно приходится на 25 апреля. Первыми в поля выезжают аграрии в юго-восточных районах области. По словам зампреда, область полностью обеспечена семенами, техникой и оборудованием. В хозяйствах есть минеральные удобрения и запасы топлива. Ежегодно сельскохозяйственные товары производители осуществляют техническое переоснащение. Приобретается в среднем 175 тракторов и 950 единиц прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. В текущем году уже приобретено 33 трактора. Глава региона также дал ряд поручений по развитию инвестиционной привлекательности Кировской области. Ведь у нашего субъекта страны весьма сильные позиции по многим направлениям. Так, по темпам роста промышленного производства мы занимаем вторую строчку в ПФО. Как оплачивать коммуналку без бумажных квитанций? Где передать показания счетчиков в один клик? Об этом они только сегодня рассказали кировчанам в рамках Дня клиента. Вероприятие проводится регулярно для потребителей коммунальных услуг. Кировчане могли не только решить свои вопросы, но и получить приятные бонусы. Подробности в следующем сюжете. Переоформить лицевой счет, передать показания счетчиков и оплатить услуги. Это далеко не полный список того, с чем ежедневно обращаются жители города в кировский филиал «Энергосбыт плюс». Чтобы ответить на все вопросы посетителей и повысить качество обслуживания, в офисе компании прошел уже традиционный день клиента. В этот день мы даем возможность нашим добросовестным клиентам, добросовестным плательщикам понять, какие существуют способы дополнительной экономии семейного бюджета, рассказываем о наших акциях, то есть даем им возможность поучаствовать в них, ну и о сервисах компании. Надежда Докина лично консультирует посетителей и помогает решить актуальные проблемы от самых простых до более серьезных. Желающих получить ответы на свои вопросы в день клиента много, но без внимания не остается ни один клиент. Приятный бонус в день клиента – это не только решение ваших вопросов, но еще и вы можете выиграть приз – лампочка. В день клиента посетители офиса могли оформить подписку на электронные квитанции и получить подарок. На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. При оформлении электронного способа доставки квитанции автоматически можно поучаствовать в акции «Электронный марафон» и уже в апреле стать обладателем смартфона. Александр Бушмакин, Алексей Зырянов, Бюро новостей «Давича». Ловили рыбу, соревновались на лыжах и гоняли мяч в выходные. В Кириве выдались насыщенными. А на спорт покажем самые зрелищные моменты. Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. 480 новых контейнерных площадок появятся в Кировской области в этом году. На эти цели выделено около 50 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона. Власти напоминают, за последние три года в области создано более 2300 подобных объектов. Министерство охраны окружающей среды уже заключило 41 договор на строительство новых площадок ТКО. Кроме того, обновляют и мусорные контейнеры. Их передают в районы бесплатно. Первые новые контейнеры отправятся в Подосиновский район. В январские праздники там были перебои с вывозом отходов. Проведенный анализ ситуации показал, что проблема в том числе в состоянии контейнерного парка. В Кировской области начали готовиться к пляжному сезону. В Управлении гражданской защиты сообщили, уже сейчас в регионе решают, где появятся пляжи. А в бюджетах районов предусмотрено выделение финансирования на покупку всего необходимого. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов. На днях подготовку к лету обсудили на рабочей встрече в учебно-спасательном центре «Прометей». В совещании приняли участие представители правительства, управления, защиты и МЧС. Главный вопрос – обеспечение безопасности людей на водных объектах, особенно детей. Перед летними каникулами с ними проведут профилактическую работу. К этому привлекут и представителей общественных организаций. В России начинается досрочная сдача единого госэкзамена. 23 марта – экзамен по русскому языку. 27 марта – по базовой и профильной математике. В апреле – по плану устная часть экзамена по иностранному языку, по обществознанию, информатике, истории и химии. По данным Роспотребнадзора, заявления на досрочный экзамен в этом году подали больше 18 тысяч школьников. Досрочно ЕГЭ, как правило, сдают выпускники прошлых лет, которым баллы нужны для поступления в ВУЗы. Поэтому в тренде математика профильная, русский язык и биология. В конце списка у досрочников география и иностранные языки. Тем временем некоторые депутаты Госдумы задумались об отмене ЕГЭ как формы экзамена. Так депутат Сергей Миронов в своем телеграм-канале написал, цитата, «Наша партия настаивает на ликвидации ЕГЭ как очень вредного, ведущего к разрушению нашего образования». Конец цитаты. Мы решили узнать мнение кировчан на этот счет. Для начала запустили опрос в нашей группе ВКонтакте и выяснили половину опрошенных. Высказались за отмену формы экзамена. 12% кировчан считают, что нужно оставить все как есть, но внести корректировки в задания. Какие именно, не уточняется. И еще 18% респондентов отвечают, что им все равно. Но сколько людей разделяют эту точку зрения, мнение кировчан в рубрике «Мобильный журналист»? Я думаю, отменять не стоит, но возможно какие-то изменения все-таки стоит внести на подход какой-то другой. Я считаю, что нет. Почему? Потому что это как дополнительный стимул, чтобы ученики не забыли тот материал, который они проходили за время обучения. Обученный экзамен. Обученный экзамен, он же в основном закрепляется каждый год. То есть ЕГЭ это общий за все время обучения. Поэтому я считаю, что ЕГЭ вам важен для поступления обязательно. Да, обязательно. Почему? Почему? А потому что даже вот сегодня столкнулся сама в одном месте молодая девушка. На пустяковый вопрос не могла ответить. Пришлось ее наводить, чтобы она сделала правильный ответ. А то выбирать из нескольких ответов верный ответ. А если там ответ четвертый, его там не прописано, это уже надо голову ломать. А обычный экзамен, он ведь тоже проверяет знания. Обычный экзамен, он такой, там есть субъективность. А в ЕГЭ, то есть вот вся эта система с другими школами, другими преподавателями, она немного другой подход имеет. Старая закалка, я консерватор в этом плане. Почему? Потому что я учился, и учился успешно. То есть ЕГЭ, он не очень. Большинство мнений людей, насколько я знаю, против ЕГЭ. А я же народ. Кировские лыжники завоевали семь медалей на трехдневном марафоне Шижма в Верхошижемском районе. Юные баскетболисты тем временем продолжают бороться за звание сильнейших на первенстве Кировской области. А вот кто поймал больше рыбы, уже известно. В регионе завершились зрелищные соревнования. Итоги спортивных выходных в нашем дайджесте. В выходные в Верхошижеме прошел традиционный лыжный марафон Шижма. Он проводится уже 43 года, входит в серию элитных лыжных забегов и принимает множество любителей и профессионалов со всей страны. В рамках соревнований прошли несколько гонок. Суперспринт на 100 метров, марафон на 50 километров. Йети забег на 25 километров и забег на 30 километров. Самым массовым стал марафон на 50 километров. На него вышли почти 500 человек. Абсолютными победителями гонки стали спортсмены из Удмуртии и Вологодской области. Самая массовая группа спортсменов сейчас уже на дистанции. И, насколько я помню, нужно преодолеть 4 группы по 12,5 километров. Классический марафон на 30 километров выиграли София Тюлькина, представляющая Кировскую и Московскую области, и Владислав Азанов из Удмуртии. В суперспринте лучшими стали София Тюлькина из Кировской области и Алексей Копейкин из Московской. Кировские спортсмены Алина Втюрина и Арсений Нечаев завоевали серебряные медали. А юные баскетболисты продолжают борьбу за звание сильнейших с 18 по 21 марта. В спортшколе номер один проходит первенство Кировской области по баскетболу среди команд юношей 2010 года рождения и моложе. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Слободского и Вятскополянского районов Кирово-Чепецка, Малмыжа, Котельнича, Слободского и Кирова. 21 марта пройдут встречи, по результатам которых распределятся места на пьедестале почета. Кировчане сразились за звание лучшего рыбака. В выходные в Унинском районе прошли зрелищное соревнование «Мармышка-2023». Участие в них приняли представители Унинского, Богородского, Фаленского, Лебяжского, Куменского районов и Кирово-Чепецка. Победители определяли по самому большому улову. По итогам соревнований лучшей стала команда из Уней с уловом весом более 2 килограммов. На втором месте команда из Куменского района с уловом 1 килограмм 680 граммов. И бронза у представителей Лебяжского района. Кстати, участники соревновались не только в ловле рыбы, но и в скоростном бурении льда и перетягивании каната. А я напоминаю, оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видеономер на ваших экранах. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго. До свидания. Благодарим за поддержку Вятка Банк.